Циркумфлекс Пирожета, с вами Старпер. Сказать по правде, я вчера ждал выход вампиров из раннего доступа и версию 1.0, но получил обновление 0.10. Ну и ладно, главное, что новый контент есть. В общем, вы пока подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видосы, а я пока расскажу, как этот контент открыть. Для начала берите своего лучшего персонажа и отправляйтесь в костяную зону. Там вам нужно отыскать босса, который на карте помечен вопросительным знаком. Обратите внимание, что ориентироваться нужно по верхней части вопросика, а не по нижней. Кроме того, есть еще один нюанс. Босс костяной зоны пожирает скелетов мобов и растет. Чем позже вы к нему придете, тем дольше и сложнее будет бой. Я, например, пока пытался найти его, ориентируясь по нижней части вопросика, затянул все так, что на экране у меня вмещался лишь маленький кусочек босса, а сражение с ним длилось больше 6 минут. Когда убьете его, получите забытый свиток Марбейна, в главном меню появится новая кнопка «Секреты». Здесь перечислен список всех секретных персонажей в вампирах и подсказки, как их открыть. Подсказки поданы в художественном стиле, так что порой они могут быть бесполезны. Но у вас есть я и предыдущее видео по вампирам, где четко и без амми рассказано что куда как и зачем. Кроме того, в правой части меню секретов вы увидите поле для ввода символов. Сюда можно вбивать читы, открывающие контент в игре нечастным способом. Список читов в закрепленном комментарии сразу под ссылками на мои соцсети и бусте, где вы можете стать спонсором канала, если вам нравится что я делаю и вы хотите меня поддержать. Далее берите Кристину, это девчуля со стартовой пентаграммой, выбирайте любую удобную для вас локацию и стартуйте забег. Ваша цель 99 уровень, а ваша награда за ее выполнение Аркана 13. Она удваивает вашу удачу, прирост опыта, жадность и проклятие циклами по 10 секунд. То есть сначала удача, потом прирост опыта и так далее. Ну вы поняли. Кроме того, с момента взятия Аркана 13 вы будете получать плюс 1% ко всем перечисленным параметрам каждые два уровня, что даст приличный бонус на долгих картах. Теперь давайте поговорим о секретных персонажах. В патче 0.10 их двое, Торговец и Космоптица. Чтобы открыть торговца, вам нужно пойти на карту Лунный свет, собрать все пассивные навыки, разбросанные вокруг стартовой точки, их 16 и прокачать их до максимума. Это может показаться трудной задачей, но на деле все просто. Главное не забывайте о том, что пассивка Тиргису пропадает, если вы сольете все бонусные воскрешения, которые она дает. Поэтому, как только все прокачаете, заканчивайте забег выходом через меню, а не через боссфайт со смертью, которая выбьет из вас все резы и тем самым лишит прокачанного Тиргису. Торговец как персонаж в качестве дефолтного предмета владеет кэнди боксом. Это предмет, позволяющий выбрать любое оружие из имеющегося. Кроме того, каждый левел-ап увеличивает параметр жадность, а золотая лихорадка длится дольше. Сыграв торговцем один раз, вы откроете кэнди бокс для всех персонажей и этот предмет станет появляться при повышении уровня. Второй секретный персонаж космоптица открывается чуточку сложнее. Вам нужно взять любого персонажа, отключить на нем все яйца, стартовать карту Капелла Магна, получить черную белую птицу, не эволюционировать их вандалиста, не брать аркану 1, которая дает бонусных птиц, пойти вверх по карте и через один пролет после тирогису и короны найти балкончик, он помечен бонусом огнемет, и закрыт на заборчик. Если вы выполнили все условия, то заборчик получится сломать. Космо ждет вас прямо за ним. Ее дефолтное оружие две птички, но они не отображаются в слотах для оружия и не эволюционируют. Зато с ними работает аркан 1 близнецы. Кроме того, вы можете взять еще двух птиц с левелапов, если захотите, и заиметь собственный передвижной курятник. Пассивный навык Космо плюс 1 к регенерации и удача за каждое повышение уровня и плюс одно воскрешение за каждое стул левелапов. Такие дела. Кое-какие изменения коснулись баланса игры. В частности, усиление получили 4 арканы. Аркан 1 теперь работает и с дикими кошками, и их эволюцией, а также бонусом огнемет. Арканы 5, 17 и 18 теперь увеличивают на 1% скорость, срок и размер соответственно с каждым левелапом. Баф серьезный, но, как мне кажется, с учетом пользы, других аркан перечисленные по-прежнему будут брать только от безысходности. Или нет, время покажет. На этом все. Напоминаю, список что в закрепленном комментарии, все остальные полезные ссылки там же. Спасибо, что досмотрели до конца, и огромное спасибо всему культу горячих пирожков на бусте за поддержку. В особенности, Мунлайт, Самураю, Аксолотлю, Алексею Дронову, Джонни, Владисею, Реал Спирус, Мэшу, Килин Инсайду, Циннику и Пикачу. Подписывайтесь на мои каналы, залетайте в соцсети. С вами был Старпер. Всем счастливо и хороших забегов.